Я его запомнил очень хорошо, когда он вышел и дал нам кусок сахара, и кусок мылу дал. И это единственные воспоминания Клавдии Ефимовны о своем отце. Он ушел добровольцем на войну, когда ей было 6 лет, но похоронить удалось спустя больше полувека. В родной город прах Ефима Ефимова привезли челнинские поисковики. Останки бойца они нашли в Великом Новгороде. Дочь сегодня призналась, она как будто чувствовала, отец должен вернуться. У меня действительно все время как-то теплилась душа. Теплилась, вы понимаете. Я все время смотрела все эти передачи и думала, боже мой, где же ты лежишь. В восьмом доме по улице Дзержинского и жил Ефим Ефимов. Он ушел на войну 25 июня 41-го. Дочь его вспоминает. Тогда всех солдат собрали в центре на улице Профсоюзной. Дальше уже Новгородскую область. Он пропал без вести практически сразу, но в семье Ефимовых ждали и надеялись. И только весной 2018-го он объявился. Бойца помогли найти челнинским поисковикам отряд из города Крестцы. Сразу же мы озвонились в штаб Новгорода, в штаб Казани. Все закипела работа по поиску родственников, потому что, чтобы вернуть солдата, надо было найти родственников. Вот ровно 77 лет он шел домой. Больше 200 тысяч советских солдат из Татарстана до сих пор числятся без вести пропавшими. И каждый новый найденный именной медальон на вес золота. И человек, чтобы уже вернулся домой. Вы видели родственников, с ними разговаривали, эмоции зашкаливают. Альбина Минибаева, Александр Лобанов, ТНВ, Казань.